Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 28 июня, и Церковь предлагает нам для рассмотрения и для нашего назидания отрывок из книги «Апостол». И сегодня мы будем с вами рассматривать послание апостола Павла к римлянам. Координаты того отрывка, которого мы будем с вами сегодня смотреть, таковы. 11 глава, начиная со 2 стиха и заканчивая 12 стихом. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как Он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался Я один, и Моей души ищут». Что же говорит Ему Божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время. По избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит, «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их ребет их, да будет сагбен навсегда». И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. «Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Итак, дорогие братья и сестры, апостол Павел пишет свое послание к римлянам и обращается в различных моментах своего послания то к иудеям, то к язычникам, то совмещая это. И в данном моменте он рассуждает о мести иудеев и мести язычников. И он как раз-таки ссылается вначале на пророка Илью, который говорит о том, что Бог не отверг народа Божия, не отверг иудеев. И он ссылается на Третью книгу царств, глава 19 стихи с 10 по 18, где как раз-таки происходит диалог пророка Ильи и Бога. И Илья вопрошает о том, что говорит о том, что жалуется, что убили всех пророков Твоих, Господи, и разручили Твои жертвенники. «Остался один я, пророк Илья, и даже моей души ищут». На что Господь говорит ему и отвечает. И апостол Павел опишет, что «я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колен пред Ваалом». Так и... То есть апостол Павел аргументирует здесь то, что сейчас остался остаток, как и тогда остался остаток. То есть даже тогда, когда было языческие времена, и все поклонялись вот этому языческому идолу Ваалу, даже в те ужасные для еврейского народа времена остался некий остаток семь тысяч человек, пускай и невидимые пророческому взгляду. Также и сейчас апостол Павел говорит, что как тогда, так и сейчас Господь оставил некий остаток, которые будут избраны и которые остались верны Богу и услышали проповедь о Христе и признали в Иисусе именно Мессию, то есть Христа. Таким образом, апостол Павел говорит, что остаток этот остался именно по благодати Божией, а не по каким-то делам, иначе, в противном случае, если бы это были некие дела и заслуги, то это уже было бы не благодать. И дальше он приводит некоторые примеры из Ветхого Завета, чтобы это стало понятнее для иудеев. Он напоминает им ветхозаветные образы и пророчества. Он ссылается на многих пророков, он ссылается на Амоса, на пророка Михея, на пророка Сафонию, на пророка Иеремию, и также он ссылается на пророка Иезекииля, который, в свою очередь, говорит, что человек не может быть спасен праведностью своих предков, не может быть спасен принадлежностью какой-то расе, какому-то народу Божию, только по факту своей принадлежности. Таким образом, он говорит о том, что необходима личная встреча человека. И апостол Павел непосредственно ссылается здесь на стихи из книги пророка Исаи, это 14 глава, стихи 14, 20 и 22. И какова основная мысль всех этих отсылок? А смысл здесь таков, что человек всегда должен стремиться к личной встрече с Богом. И никакая принадлежность не заменит, никакая принадлежность какой-то общности людей не спасет человека, если человек не стал, не поверил в Бога, не поверил в Иисуса Христа и не стал с Ним единым целым. То есть только через крещение веры в Иисуса Христа и жизни во Христе возможно действительное спасение. И как раз таки, ссылаясь на пророка Исаию, апостол Павел, конечно же, знает, что пророк Исаия назвал своего сына Шиар-Ясеф на еврейском языке, что означает остаток спасения или остаток спасется. Таким образом, апостол Павел еще раз и еще раз отсылает умы своих соотечественников к тому, что не раса спасает и непринадлежность какой-то общности, а именно личные взаимоотношения с Богом. И эти личные взаимоотношения с Богом, вот эта праведность, о которой апостол Павел говорит в предыдущих главах, праведность как правда Божия, а правда Божия — это верность Бога своим обетованиям. И апостол Павел как раз таки хочет здесь привить нам ту мысль, что именно доверие Богу, личное доверие и личное отношение человека к Богу, верность и доверие именно Иисусу Христу. И мы выражаем эту свою верность в жизни Церкви, живя во Христе, причащаясь и соединяясь со Христом в Святой Евхаристии, изначально соединяемся и крестимся в смерть и воскресение Христа. То есть все это акты личного обращения человека. Это не должно быть как некое присоединение к обществу спасаемых, и это не делает автоматически человека спасенным. И как и говорит апостол Павел в этом отрывке. Далее апостол Павел говорит о том, что прочие ожесточились. И он говорит именно о прочих, которые ожесточились. То есть есть некоторый остаток, но есть те, кто помрачились в глаза их. Вот он как раз-таки ссылается на фитхозаветные пророчества. Ожесточились, прочие ожесточились. И это ожесточение выражено глаголом, от глагольного существительного которого переводится как «омозолились». То есть когда есть мозоль, тело человеческое перестает быть чувствительным в этом месте. И таким образом многие из иудейского народа как раз-таки омозолились, то есть стали нечувствительными к благодати и к Слову Божию. И апостол Павел говорит о том, что несмотря на все это, на то, что иудейский народ стал нечувствительным, это позволило и это открыло врата для язычников. И он говорит о том, что если даже такой прискорбный факт, что иудеи отвернулись от Бога, привел к таким благодатным дарам, что язычники обернулись к истинному Богу, то каково же будет радость и ликование от того, что и евреи обернутся к Богу. Дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что необходимо читать Священное Писание. Каждый день помни о том, что Господь разговаривает с нами со страниц Священного Писания и обращается к нашим сердцам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!